Христос Воскресе! Дорогие телезрители! Сегодня, 6 мая, Православная Церковь совершает память святого великомученика Георгия Победоносца. Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе Бейрут у подножия Ливанских гор. Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан. Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился со страданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь святого Георгия была полна сильных и убедительных возражений против императорского приказа преследовать христиан. После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодке, а на грудь положили тяжелый камень. Но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святого воловьями жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов, император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Христу в Некомедии в 303 году. Святого великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности, называют еще победоносцем. Мощи святого Георгия победоносца положили в палестинском городе Лидда, в храме, носящем его имя. Глава же его хранилась в Риме, в храме, тоже посвященном ему. На иконах святой Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьем змея. Это изображение основано на предании и относится к посмертным чудесам святого великомученика Георгия. Рассказывают, что недалеко от места, где родился святой Георгий, в городе Беруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей той местности. Что это был за зверь, удав, крокодил или большая ящерица, неизвестно. Суеверные люди той местности для утоления ярости змея начали регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девицу. Однажды жребий выпал на дочь правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея. Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша был святой великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил ко Христу жителей той страны, которые до этого были язычниками. Можно предположить, что явление святого Георгия на коне для защиты жителей от змея, а также описанное в житии чудесное оживление единственного вала у земледельца послужили поводом к почитанию святого Георгия покровителям скотоводства и защитникам от хищных зверей. В дореволюционное время, в день памяти святого Георгия Победоносца, жители русских деревень в первый раз после холодной зимы выгоняли скот на пастбище, совершив молибен святому великомученику с окроплением домов и животных святой водой. Святой Георгий покровитель воинства. Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует победу над дьяволом, древним змеем. Это изображение было включено в древний герб города Москвы. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается празднование Иверской иконе Божией Матери и память святых. Мученицы царицы Александры Римской, мучеников Анатолия и Проталиона, преподобной Софии Хатакуриду, священномученика Иоанна Ансерова Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Воистину, воскресе Христос! Субтитры создавал DimaTorzok